Как рассказывали поисковики, одна гильза была с трещиной, и вот увидели какую-то записку, какой-то лист картона, достали, прочитали. Вот здесь у нас фотография, как раз момент зафиксирован. И обнаружили список, список женских имен. Женские имена на гильзе снаряда, которую нашли поисковики в Ленинградской области, фамильный список работниц снаряжательной Можайской базы боеприпасов, которая военное время базировалась в Удмуртии, в селе Пугачёво. Именно они, молодые девушки, в годы войны заменили мужчин, ушедших на фронт, и встали у станков ковать победу в тылу. Об истории трудовых подвигов наших земляков, рабочих, ижевских оборонных заводов, женщин, стариков, детей, выставка, победители. В годы войны Ижеск, как центр промышленного арсенала страны, в столицу Удмуртии были эвакуированы с десяток заводов со всего Советского Союза. Из Тулы, Коврова, Киева, Подольска. За годы войны рабочие выпустили 80% всего стрелкового вооружения страны. Это мотозавод, завод номер 524, который производил пулеметы системы «Максима». Это наш сталь, завод номер 71, металлургический завод, производивший разные марки стали, производивший паковки деталей к оружию, к боеприпасам. А мотозавод дал более 80% пулеметов системы «Максима» нашей Красной Армии. А это оружие победы, которое в колоссальных масштабах для страны производили именно в Ижевске. Винтовка системы Мосина – знаменитая трехлинейка, самое массовое оружие Второй мировой войны. Винтовка Мосина – это основное изделие Ижевского машиностроительного завода. В годы Великой Отечественной войны, за годы войны заводом было приготовлено более полутора миллионов единиц винтовок. Не только винтовок, но и карабинов образца 38-го года, образца 44-го года. Снайперская модификация, вот мы здесь видим, с снайперским прицелом. Тем временем экскурсоводы сегодня готовы работать в новых обстоятельствах, то есть в масках и без экскурсий. Меры профилактики усилили как для сотрудников, так и для гостей. У нас принят масочный режим, принимаем мы посетители в перчатках. На входе у нас установлены санитайзеры, соблюдается расстояние между посетителями полтора метра. Экскурсии проводятся для небольших групп. А чтобы трудовой подвиг наших земляков в режим самоизоляции стал доступнее для посетителей, экскурсоводы готовят видеоверсию выставки о победителях. Ее планируют разместить на информационных музейных ресурсах. Елена Абуховская, Илья Дериндяев, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok